Генерал Юйда Ю Молодой воин Юйда Ю получает от своего наставника двойное задание. Он должен защитить карту береговой охраны города Джидзян от японских пиратов, атакующих берега Китая, а также доставить в легендарный храм Шаолинь не менее легендарный меч Юанчень. Этот меч является символом объединения для отважных воинов в черном, которых защитники Китая созывают для борьбы с захватчиками и бунтарями. Удивительным образом, два этих задания оказываются связаны, а все следы ведут к дому Цзиньсю, которым управляет загадочная дама по имени Гун Юя. Если кто-то не в курсе, китайские кинематографисты достаточно вольно относятся к истории своей страны, особенно если речь идет о фильмах для интернета. Главными действующими лицами многих костюмных фильмов у них являются реально исторические личности, но события, которые с ними в этих фильмах происходят, часто имеют весьма отдаленное отношение к деталям их подлинной биографии. И, в отличие от России, где желающих скрупулезно разбирать исторические фильмы на несоответствии фактам немало, в Китае к этому мало кто относится всерьез. Вспомнили хорошего человека и на том спасибо. Тем, кто знает китайскую историю по верхам, имя Юй Даю вряд ли хорошо знакомо, в то время как в самом Китае это достаточно известный персонаж, герой 16 века, особенно отличившийся в борьбе с японскими пиратами. Появлялся он и на экранах. Так, его играл Рой Чао в историческом боевике «Кингу Ху. Храбрецы». В сериале «Сражающийся с японцами герой Ци Цзи Гуан» его изображал Юй Жун Гуан, а в «Боге войны» Юй Даю играл никто иной, как Сама Хун. В онлайн-боевике «Генерал Юй Даю» эту роль доверили молодому актеру Ли Мин Сюаню, который в прошлом году сыграл главную мужскую роль в фантастическом комиксоиде «Боевая мутанка» в России, вышедшем под названием «Воины будущего». Так вот, тем, кто хотел узнать о молодости Юй Даю по этому фильму, можно только посочувствовать. Из реальных фактов его биографии в картине остались только какие-то общие слова. Был патриотом, сражался с японскими пиратами, бывал в Шаолине, где изучал искусство боя при помощи шеста. Все остальное – чистейшая фантазия в типичном для современного китайского онлайн-кино стиле про легендарный меч и несколько противоборствующих сторон, которые пытаются им завладеть. Фантазия, впрочем, это довольно увлекательное и профессионально сделанное, но если прищуриться и сделать вид, то нам не нужны ни батальные сцены, ни выдающиеся спецэффекты и костюмы. Фильм снят в привычных декорациях киногородка в Хандиане и в плане зрелищности и экшена может предложить разве что только несколько неплохих, но очень коротких рукопашных и фехтовальных стычек. Китайцы эту лаконичность не оценили, по всей видимости, не за шелом и непривычно агрессивный, почти металлический саундтрек. Так что в онлайн-кинотеатре ICI, эксклюзивом которого генерал Юидайю является, фильм почти моментально утонул в потоке других новинок. Но поклонникам такого кино все-таки стоит дать ему шанс. Новых горизонтов он не открывает, но в старых рамках чувствует себя вполне уверенно.